Послание слушали и смотрели на местах. Личные впечатления в наших следующих комментариях. Владимир Владимирович, на мой взгляд, сказал очень важные вещи, что ни одно государство не сохранится, если не уделять большое внимание заботе о каждом отдельно взятом человеке. Говоря о демографической политике, было отмечено, что здесь однозначно есть своя результативность. В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире. Продолжительность жизни в стране увеличилась более чем на 7 лет и составляет сегодня 73 года. В последующие 10 лет Россия должна войти в число стран, в которых средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. В послании прозвучала впечатляющая меня цифра – 3,4 трлн рублей. Это сумма, которая планируется для реализации мероприятий по охране материнства и детства. В том числе эти деньги будут направлены на обновление детских больниц, поликлиник и на другие мероприятия. Я с гордостью могу сказать, что те мероприятия, о которых говорил президент – это равный доступ к медицинским услугам не только в пределах городов, но и в сельской глубинке. Это организация шаговой доступности, то есть строительство, капитальный ремонт ФАПов, врачебных амбулаторий, внедрение программы «Мобильная поликлиника», повсеместное распространение телемедицинских технологий, акцент на профилактическую медицину, то есть создание возможностей прохождения гражданином ежегодно профилактических осмотров, развитие онкологической службы. Все это в Чувашии успешно реализуется и уже не первый год. Мне кажется, важное было в ежегодном послании президента нашей страны обращение к широкому кругу предпринимателей. Он подчеркнул их роль, их вклад, призвал еще к более активному участию в экономической жизни страны, быть также более социально ответственным, остановился на очень важных элементах, которые волнуют каждого предпринимателя. Первое – это так называемая проблема исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости. Мы знаем, что у нас, в принципе, рынок упал и зачастую кадастровая стоимость превышает рыночную. Он дал поручение разбираться с этими вещами в первом полугодии уже, до конца первого полугодия 2018 года. Второе – он отметил то, что будущему правительству необходимо принять меры для того, чтобы наше фискальное и налоговое законодательство стало более стабильным. В послании президента Российской Федерации еще раз позвучало о том, что подписан федеральный закон о добровольчестве. В Чувашской республике таких ребят самых разных – учеников школ, студентов вузов, работающих – более 40 тысяч. А в нашем Чувашском государственном университете – более тысячи. Все они работают по разным направлениям. Это кровь донора дарит жизнь, благотворительность, огромную популярность набирает спортивное волонтерство. Многие-многие другие направления. Хочу сказать, что это уникальные люди, которые дарят другим бесплатно, безвозмездно всю широту своей души. И поэтому это знаковое явление, что вот эта большая социальная группа по интересам получает государственную поддержку.